Лежачие дети с ограниченными возможностями здоровья, частые гости в больницах и поликлиниках, ежегодные осмотры, консультации с врачами, обследование и реабилитации. На личном авто такого ребенка не перевезешь, специальных удерживающих устройств для них не создано. Переоборудовать собственную машину под транспортировку запрещает закон. Не нарушая правила, мы не можем его перевозить. Почему? Потому что в стране инспектора есть закон, и закон инспектора защищает. Но статная ребенка, инвалида, закона нет. По закону мы имеем право его носить на руках, перевозить его в трамвае, в маршрутном автобусе, в троллейбусе. Дальше для ребенка-инвалида закон заканчивается. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посчитал необходимым внести изменения в правила дорожного движения, которые бы установили детали, особенности перевозки детей с ограниченными возможностями. Парламентарий обратил внимание на то, что проблемы с перемещением детей, которые не могут быть пристегнуты в транспортном средстве в силу состояния здоровья, испытывают многие граждане. Сегодня попали в приемную президента на прием к областному прокурору. Вопрос поднимался по перевозке нашего ребенка. Прокурор согласился, что вопрос очень сложный, но, возможно, не безнадежный. Нас сейчас на учет взял САБЕС. То есть они стали отслеживать нашу ситуацию. Большое спасибо им, что они помогли нам, организовали наше лечение, обследование, чтобы вот это количество приступов, которые у него происходят, хотя бы хоть как-то снять. В итоге суд признал отца ребенка правым в ситуации с начисленным штрафом ГИБДД, а законотворцы на федеральном уровне вместе с руководством госавтоинспекции нашли способ внести поправки в ПДД, чтобы исключить повторение таких историй в будущем. По примирению сторон, конечно, было ожидаемо. Дело в том, что это касается не только вот меня. Я уже, в принципе, до себя тоже не переживаю. Дело касается всех тех, кто попадал, попадает, и, наверное, в ближайшее время тоже будет попадать. Вот такие штрафы есть. Видя, как с вокзала, а такие дети стоят на площади, стоят в колясках. Я прохожу мимо вокзала на работу, и они не могут уехать с вещами. Конечно, у меня есть желание их перевести, помочь им добраться, потому что никто больше им помочь не может.